Всем доброе утро! Новогоднего настроения вам немножечко в кадр. Я любуюсь красотой и наслаждаюсь прекрасным хвойным ароматом. Купили мы веточки пихты, поставили на кухне, в комнате. Вообще классно! Запах просто потрясающий. И во всех комнатах у нас сейчас гирлянды везде на окошках. Я повесила. На кухне тоже для настроения. И в спальне, и в убегуле в комнате. В общем, так круто! Осталось ёлочку нарядить. Смотрите. Вот такой сегодня у меня будет вкусный завтрак. И кофе, конечно же. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Всем привет, друзья, ещё раз. Поздравляю. Привет! Что мы сейчас с тобой будем делать? Ёлку наряжать. Мы будем наряжать нашу ёлочку. Нашу красавицу собрали. Кое-как её расправили. И то всё равно, мне кажется, что она какая-то кривовата. Но сейчас её наедим и посмотрим. Если что, подправим, да? Да. Будешь мне помогать? Да. Ёлку наряжай. Ну всё, давайте будем приступать. Наряжать ёлочку. И давайте вместе с нами это делать. Да. Так, первым делом будем гирлянду наматывать, пока нет игрушек. Кто-либо уже вывешает их, я займусь гирляндой. Самая любимая моя игрушка. Прошлым году купили. Она очень красиво светится. Такая прям переливается. Сейчас тортская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. Ёлочка, гори! Ёлочка, гори! Здорово? Да. Вот так у нас ёлочка будет светиться. Красавица наша, да, ёлочка? Красавица. Хорошо у нас с тобой получилось? Да. Тебе нравится? О! Зайки. Зайки. Ну что, вот такая вот ёлочка у нас получилась. Она у нас, видите, такая в розово-белых серебристых оттенках. Ещё немножко потом подправлю, потому что Викуля очень мне помогала. И некоторые шарики у нас, ну как бы, в одном месте рассредоточены. Например, вот тут вот белых сильно много. Видите, уже и красные вешает, и золотые. Ну а так вот у нас такая цветовая гамма. Да. В прошлом году мы просто. У нас бело-розовая была. В этом году я решил ещё серебра немножко добавить. Вот такую вот мишуру тоненькую. Ну, в общем, мне нравится. Ещё у нас есть вот такая ёлочка маленькая, настольная. Сейчас я её тоже распушу, и нарядим ещё и её. В общем, маленькую ёлочку мы тоже нарядили. Точнее, наряжала её Викуля практически полностью. Я только мишуру, а остальное всё Вика. Все игрушки она повесила. Красота. В общем, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Как мы украсили комнату. Ну, ёлочку мы, скорее всего, поставим потом на кухню. Это я так уже сейчас просто сюда поставила, чтобы снять для вас. Друзья, ну что? А сейчас я хочу показать вам обзор просто покупок. Смотрите, здоровый мешок. Это покупки к Новому году. Подарки для близких. Я не буду показывать, как я их упаковываю, как я их собираю. Я просто покажу обзор всего того, что я приобрела на подарки. В общем, обзор интересных вещиц. Так что сейчас я всё это достану отсюда из пакета и покажу вам. Смотрите, сколько тут всего интересного. Всё это получат в подарок наши близкие и родные. Давайте по порядку. В общем, приобрела такие вот коробочки конфет. Кстати, они очень даже бюджетные. Ну и мне кажется, они будут хорошим дополнением к подарку. Такие праздничные упаковки, нарядные. Надеюсь, что конфетки вкусные. Ну, по крайней мере, по описанию мне понравились. Это я в Ашане брала. Дальше. Такой подарок. Это у нас на заказ подарок. Так, попросили. Тут бокалы для шампанского на высокой ножке. На большой заказывала на Валбересе. Хорошие бокалы. Вот эта фирма уже проверенная. Берём не первый раз. В общем, не знаю, есть ли смысл показывать эти бокалы. Они... Ну, простые бокалы на высокой ножке. Далее. Что идёт у нас? Всякие косметические штучки для девушек, для женщин. Вот такие вот гидрогелевые патчи. Набор 14 штук, 7 пар. Солевые аромаванночки. Подарочный набор для любимых ручек и ножек. 5 бурлящих ванночек. Вот такая вот маска тканевая. В общем, вот из этого всего можно составить один хороший набор подарочный. Такое вот мыло косметическое. И из косметики ещё тоже вот такие вот патчи. Они, кстати, очень бюджетные. На Валбересе продаются очень дёшево. Но при этом они мне понравились. Они, знаете, чем отличаются от дорогих? Тем, что они сами патчи не очень толстые. Они гидрогелевые и они такие тоненькие. Ну а зачем они, собственно, нужны толстые? Как бы не вижу смысла. А эффект точно такой же, как и от дорогих. Вообще разницы не поняла. Не заметила. Запах приятный, увлажняет. В общем, хорошие патчи. Так что вот можно собрать хороший такой набор. Дальше вот такие вот конфетки тоже к какому-нибудь из подарков будут предлагаться. А вот ещё из косметики вот такой вот набор. Тут, получается, у нас крем для рук витаминный и бальзам для губ витамины. Тоже хороший наборчик. Стоит вообще недорого, бюджетно. Значит, вот это всё я покупала просто в магазине. Вот эти вот вещи. Вот это вальдберрис. Вот это тоже вальдберрис. И на зоне такие я набор видела. Вот такой наборчик я уже показывала. Это набор мельниц. Уже можно подарить как мужчине, так и женщине. Кто любит специи. Морская соль и разные там специи ещё. Три мельницы в наборе. Мне кажется, очень классный набор. Смесь перцев ароматная. Чили острый. Соль пищевая морская. Таких наборов великое множество. Разные есть наборы. Кстати, знаете, я где-то видела в каком-то из роликов, что похожие наборы продаются в светофоре. Но я не знаю, во всех ли светофорах есть. Потому что в нашем я не видела. Но может быть уже и завезли. Вот очень похожие наборы. Наверное, подешевле они там стоят. Обратите внимание. Дальше. Вот такой набор. Тоже очень классная упаковка. Мёд в суфле. Тут у нас идёт 4 баночки мёда в суфле. И медовый чай. Вот такой голубой. В общем, можете прочитать, что тут у нас. Необычный набор. То есть, это не просто конфеты. А это мёд в суфле. Вкусно и полезно. Это тоже у нас Wildberries. Дальше. На подарок у нас идут вот такие вот новогодние носочки. Тут 5 пар. Они разные абсолютно все. Мне кажется, тоже классная идея подарить вот такие вот носочки праздничные для новогоднего настроения. Носочки лишними никогда не будут. Мне кажется, вообще тоже замечательный подарок. Естественно, одни носки не подаришь. С чем-то будем мы это всё сочетать и собирать подарочки. Ну и вот такие вот ещё наборы. Тоже это мёд суфле. С разным вкусом. Мёд расторопша. Куркума, имбирь. И шоколадный мёд. Таких наборов у меня 2. Это тоже я заказывала на Wildberries. Вообще, мне кажется, тоже классная идея. Хорошая упаковка. Видите, везде написано с Новым Годом. Можно подарить хоть кому. Я думаю, что мы будем дарить бабушке такой мёд. Опять же, это не конфеты, да? Это вкусно и полезно. В общем, вот такие вот подарочки у нас были для взрослых. Буду вот это всё собирать. Как-то комплектовать. Ещё подумаю, как. Прикупила вот такие вот пакетики. Ещё буду докупать. Такие вот они прозрачные. Раньше, помню, сладкие подарки в таких пакетах дарили. А я хочу вот эти пакеты приспособить под упаковку подарков. В общем, буду в этих пакетиках я собирать подарки. Надеюсь, у меня всё получится. Купила ленту специальную. Так вот будем собирать, перевязывать ленточкой. Я надеюсь, что получится красиво и оригинально. Ну, ещё обычные пакетики докуплю. Коробки не покупаю, потому что они стоят дорого. Как бы большие коробки вообще сильно дорогие. Например, чтобы даже вот эту коробку в конфет положить, уже нужна коробка не маленькая. И она, в принципе, потом никому не нужна. Я считаю, что как бы бесполезно покупать вот эти коробки подарочные. Да, красиво, но неоправданно. Поэтому мы в пакетиках всегда дарим в красивых. Так что, вот. И сейчас я покажу вам подарки для деток. Что можно подарить детям. В общем, мне нужно быстро показать вам детские подарки, пока не видит Вика. Она в другой комнате сейчас находится. В общем, вот этот подарок будет для неё на Новый год. Это большой набор косметический, детский. Тут есть различные тени, какие-то помадки, лаки для ногтей. Вроде бы как всё безопасное. Я выбирала на Вайлдеррис. Я уже открывать не буду, так как это подарок. Я приложу фотографии с Вайлдерриса, как это всё выглядит. В общем, мне кажется, очень хороший подарок для девочек. Он достаточно большой. И Вика мечтала о таком наборе. Уже взрослая девочка, всё хочет краситься. У меня косметику берёт. Я решила для неё специальную детскую заказать. Дальше. Вот такой подарок. Это у нас будет для племянницы. Ей полтора годика. Вот Вика у меня очень любила всякие вот такие вот вкладыши. А она тут, вот эта вот рамка, она необычная. То есть, есть вот такие вот вкладыши обычные, да, циферки. И тут есть ещё магнитная рыбалка. Тут вот магнитики приделаны к рыбкам. Удочка есть. И можно играть в рыбалку, что тоже очень интересно. И также есть ещё ксилофон. В общем, мне кажется, классная игрушка. Вика бы полтора-два года оценила бы точно. Ей бы очень понравилось. И надеюсь, что племянница тоже оценит. Ну, а вот это я уже показывала. Это для деток постарше. Племяннику будем дарить. Ему интересны такие штучки, опыты. И, естественно, будет ещё подарок. Будут также сладкие подарки. Я уже их не показываю с конфетками. Ещё подарки не все, к сожалению, пришли. Моим племянницам не пришли подарки. Ещё вот им на две племянницы заказала. Вот такие вот одинаковые. Мой личный дневник. В общем, такие блокнотики. Я в прошлом году что-то похожее дарила. Очень понравились. И попросили в этом году подарить ещё такие личные дневники. И к этим личным дневникам будет ещё основной подарок. Хорошие большие полотенца. В общем, покупаем. Заказали, они ещё не пришли. В общем, для деток мы подготовили такие подарки на Новый год. Ну и, собственно, примерно таким вот образом будут выглядеть подарки. Тут я собрала носочки, набор с гигиенической помадой и конфетки. Мы подарки дарим чисто символически, как знак внимания. Потому что родственников много. И, к сожалению, мы не можем подарить каждому дорогой айфон. Или что-то наподобие, да. Что-то шикарное. Хотя очень хочется. Но пока такой возможности нет. Поэтому такие вот приятные знаки внимания. Ребята, ещё хочу про подарки дополнить. Естественно, это не все подарки, которые мы дарим. Что-то уже подарено. Что-то ещё покупается. В общем, папе моему дарили смарт-часы. Такие вот, как у меня. Он уже их вовсю носит к Новому году. Мне муж на Новый год уже подарил наушники. Эти беспроводные. Я тоже уже ими пользуюсь. В общем, я показала не всё. А то, что у нас сейчас есть, грубо говоря, в наличии. Потому что позже подарки показывать нет смысла. Вот я мужу заказала подарок. Он ещё идёт на Wildberries. И придёт он не скоро, а выкладывать этот ролик 30 декабря уже не актуально. Поэтому, что у нас сейчас есть в наличии, что мы уже приобрели, то я и показываю. Тем я с вами и делюсь. Также там для мамы подарок будет. Я не показываю, потому что она будет смотреть этот ролик и, скорее всего, увидит его. Так что не всё показываю. Не всё. Вот. Ну, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я буду его заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр. Всех с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что у вас такое же хорошее настроение, как у меня. Новогоднее. И такое приподнятое. Скоро-скоро праздник. Будем праздновать, отмечать. И, в общем, буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр ещё раз. И всем пока-пока. До скорых встреч. Для зрителей, кто смотрит этот ролик на YouTube, обязательно подписывайтесь на канал Яндекс Дзен, потому что там ролики выходят гораздо чаще. Нас там больше интересной информации, рецепты, какие-то моменты из нашей жизни. Обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании к этому ролику.